Здравствуйте! Меня зовут Камила Исмаилова. Я выпускница школы эмоционального интеллекта и психотерапии. Сегодня я порадую всю женскую аудиторию, а может и не только женскую, Алексея Красикова, потому что буду задавать ему самые щепетильные интимные вопросы. Так что не переключайтесь. Привет, Алексей, еще раз. Ну что, продолжим говорить об откровенном? Я не против. Мне вот, вот я выставила там маленькое видео, мне уже приходит столько интересных комментариев, ты знаешь. Я думаю, это должно понравиться. Значит, хочу тебе задать вот такой вопрос. А какой эротический фильм тебе ближе всего? Эротический? И спорно? Ну, сейчас давай не про порно, но существует же просто эротика какая-нибудь. Ну, даже фильм «По 50 оттенков серого» он же тоже эротический. Да? Нет, не считаешь ты его эротическим? Нет. Я считаю его романом. Романом? Это роман, психоаналитика, которая рассказала историю о том, как поведение женщины к сыну в детстве может сделать из него садиста, а потом как девушка может его вылечить. Хорошо, ладно. Окей. А 365 дней? Не смотрел. Ага. Я сейчас вспоминаю фильм, который мне ближе. А! Мне нравится «Защита Лужина». А что ты? Это экранизация произведения Набокова. Там, где был шахматист, немножечко специфичный, аутичный, как мы говорим, аутичный, скажем так, сфер. И его женщина влюбилась в него и помогала ему до последнего. Мне нравится, наверное, самый главный мой фильм – это «Игры разума», где сошел с ума математик, и его жена, при всей сложности его шизофрении, она осталась с ним до конца, и получая уже в старости Нобелевскую премию, он сказал со сцены ей спасибо. Вот, наверное, мне это ближе откликается. Это для тебя? Нежели 50 оттенков серого, но это, ну, блин, ну, камон. Ну, в общем, а если взять, допустим, какого-то героя, ты можешь с кем-нибудь ассоциировать? Либо с «Защитой Лужина», либо с героем «Игры разума». Вот сейчас вот резко в голову пришло. Ты сказал, свет не будем выключать. А вот такой тоже вот интимный вопрос. А тебе нравится при свете или вот именно тебе нравится, чтобы было все видно? Или ты любишь приглушенный свет? А у меня четырехэтажный танхаус. На разных уровнях можно по разному свету выключать. Там так и есть. Ух, как интересно. Там пять туалетов, четыре ванны, и там везде разные концепции. А перед зеркалом тебе нравится наблюдать? Нет. Я не люблю на себя смотреть зеркал. А, ты не любишь на себя смотреть. А вот, например, если девушке нравится наблюдать за собой? А у меня нет зеркал, так чтобы она это могла почувствовать. Ну и сегодня у тебя, а у нее? Не бывает такого. Не бывает. Почему? Я не занимаюсь сексом вне дома. Ну, очень редко, единичный случай, один случай на пять лет, наверное. Ладно, хорошо. Вот смотри, у твоей... Мне нужна инфраструктура, понимаешь? Я не могу трахаться в гостиницах даже. Я в гостиницах не могу заниматься сексом. Ну, могу, но это, блядь, не мое. Что-то я сейчас представляю, что у тебя там дома специально все подстроено. Ну, подстроено, потому что, я же тебе рассказывал, это целая история, это не просто секс. Вот, давай так, просто секс – это секс в гостинице. Вот что можно сделать в гостинице? Я не знаю, что можно сделать теперь у тебя, мне это теперь интересно. Нет, в гостинице это скучно. Нет, если это президентский номер, у меня была история, там был президентский люкс, специально я для этого его делал, и там хотя бы было прикольно, потому что там чуть больше инфраструктура было. Ну, там была кухня, там была гостиная, там был рабочий кабинет, там было много чего интересного. А вот так вот, чтобы это был классический номер с кроватью, слушай, я даже на бале не занимаюсь сексом. Да. Серьезно? Это сейчас скаминал. Я реально, я сейчас летал, у меня не было никакого секса, я три недели прожил на бале, у меня не было никакого секса. Кстати, вот какие ты перерывы можешь делать? А, ну ладно, извини, 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 извини. А мы же взрослые люди. Получается, если ты не занимаешься сексом, ты что делаешь? Самодовлетворяешься? Я могу и так, и так, это по настроению. Нет, что-то такое уже я должен. Я могу и без этого. Ну, нормально к анонизму относишься, да? Ну, скажем так, отношусь к этому не то чтобы нормально, смотря в каком возрасте и в каком количестве. Знаешь, один философ сказал, вопрос не лекарства, вопрос дозировки. Поэтому этот вопрос... Понимаешь, есть люди, которые мастурбируют болезненно. Болезненно? Которые это становятся ритуалом каждый вечер, а то и каждый день несколько раз. А, болезненно, я думала, в железных перчатках. Да, есть проблемы мастурбации, когда девушки злоупотребляют вибраторами и вакуумными. Потом их клитор привыкает, и молодой человек очень не сможет повторить этот вид стимуляции. То есть тут про мастурбацию отдельно можно тоже говорить, конечно. Поэтому я стараюсь, конечно, не злоупотреблять. Алексей, вот если, ну ладно, про злоупотребление поняли. А вот у тебя есть какие-то табу, например, места, где тебя нельзя... Табу нельзя ссувать ни пальцев в задницу. Вот, где тебя нельзя трогать. Вот так поставил. Мне нельзя ничего пытаться никуда в меня сунуть, но нельзя доминировать. Доминировать нельзя, вот если женщине хочется с тобой. Это не ко мне. Хорошо, доминировать нельзя, ссувать нельзя. Писать на меня тоже нежелательно. Скажи, кстати. То есть, ты знаешь, может быть, что людям это нравится. Сейчас это очень популярно. Нет, я знаю людей... Послушай, я последние 20 лет изучаю людей. И я знаю про них очень много. Даже больше, чем они про себя. И я прекрасно знаю все ассортименты вариантов, которые люди могут и не могут. Вот тогда такой вопрос. Если ты встретила прекрасную девушку... Ну, сначала у вас был просто секс такой, в общем, страстный, вкусный. Да, с тобой, я поняла, не бывает. Нет, страстный бывает. У меня уже вот так скрестила ноги, так сижу. Ты хоть мне скажи, ёлки-палки. Вот у тебя там страстный, прекрасный твой авторский секс с девушкой. Звучит авторская секс отдельно красик. Судя по сегодняшнему дню, так оно и есть. Потом твой партнер, ну, сначала же девушка наверняка там не открывается сразу, поэтому через некоторое время она говорит, допустим, Лёш, а ты знаешь, мне нравится вот, чтобы перед зеркалом, например. Или мне нравится, чтобы вот у нас шторы были открыты, и на нас кто-то за нами, я думала, что за нами кто-то подглядывает. А, допустим, тебе это неприемлемо. Ты пойдёшь навстречу или ты скажешь, твои желания меня не интересуют? В чём-то пойду, в чём-то нет. Есть определённые вещи, которые я не смогу переступить. А, ну, есть какие-то определённые вещи. Ты сможешь вот конкретно чётко сказать, какие точно три определённые вещи, которые переступить нереально? Да. Записывайте. Ну, наверное, общественное место, чтобы это все видели. Ну, прям все. Ну, какие-то люди именно видели. Наверное, что-то связанное с животными. Все варианты. Ну, и третье, наверное, всё. Ну, короче, всё, что вне закона, назовём это так. А если девушка скажет тебе, Лёш, я хочу пойти с тобой на свингерскую вечеринку? Я не хожу на такие вечеринки, нельзя. Да, тебе нельзя, а в маске? Нельзя. Мне, может быть, было бы и чисто, поскольку я изучаю людей интересно, ну, я примерно представляю, но мне, может быть, было чисто интересно понаблюдать, да, но мне нельзя, потому что, ну, как бы. Тебе нравятся мои вопросы? Да, вполне, спасибо, хоть кто-то не побоялся. У нас только самое интересное, что только такие вопросы я тебе задаю. Ну и хорошо, давно пора. Нет, просто все почему-то думают, что я какой-то, знаешь, вот неоткровенный. Ну вот, куда откровеннее. Ну, на самом деле, у нас на потоке, я не знаю, кто бы тебе такие вопросы позадавал, наверное. Ну, я их понимаю, потому что это же руководитель, это там человек, к которому шли. И тут ты приходишь к преподавателю или человеку, которого ты уважаешь, и говоришь, здравствуй, вы дрочите? Блин, почему мне досталась эта роль? Ну, как бы, да. Ну, как бы, как бы, это же, наверное, уже, ой, сколько комментов там полетит, катастрофа. Вот сейчас должны тут быть люди, они должны были поржать. А, естественно. Кстати, можно сделать это как ток-шоу. Ток-шоу с Алексеем Краськовым. Не вырезай только вот это все, ладно? Давай продолжаем. Мы с Володей хотели же ток-шоу делать, чтобы там люди сидели. Это реально будет круто. Даже просто вот посадить их на диван, чтобы они там ржали за кадром. Одни студенты сколько захотят прийти, они еще будут записывать. А давайте потом вопросы из зала будут еще. Еще огонь. Все, продолжаем, давай. Уже смотри, уже практически. Мы вот в разговоре, вот посмотрите, сколько у меня записано вопросов. Ну вот мы сейчас кучу проговорили. Я понял, я понял. Три-четыре. А еще, наверное, про табу – это секс с мужчиной. Я тебе, если тебе интересно, я тебе тему про геев могу рассказать, про свою тему с геями. Мне это интересно. Я думаю, твоей аудитории еще более интересно. Я в 2002-05-м активно работал моделью. Тогда только развивалось. И потом мы еще с ребятами танцевали в драных джинтах, в белых маяках, в клубах. Это тогда был расцвет Дягилева, Шамбалы. Ты помнишь, да, наверное? Было дело. Было дело, да. Кто-то, кто тусовался в нулевые, никогда этого не забудет, собственно говоря. Да. А я работал. Я работал моделью, танцором и так далее. И было очень много предложений от мужчин. От мужчин. И я даже когда-то начал, знаешь, такой сижу, я помню, думаю, Красиков, может, ты что-то скрываешь, может, ты подавляешь себе что-то, может быть, ты в себе найдешь какого-то внутреннего гея, я же еще танцевал в гей-клубе, у нас было по четвергам, ну, я танцевал, чтобы ты понимал, 7 ночей в неделю, еще днем работал манекенщиком, еще работал персональным тренером по фитнесу. Я не знаю вообще, как я выживал в нулевые. И в один из будних дней у меня была работа, я был штатным танцором гей-клуба. Не стриптизером, просто обычные штаны, футболка, просто, знаешь, гоу-гоу, там, на тумбочке, там, нам платили, там, 100 долларов за 4 выхода, ну, это хорошие деньги были. За ночь, за два с половиной часа 100 долларов, хорошая история. Вот, мы хорошо зарабатывали тогда, просто все тратили. И я не нашел в себе этого гея, я смотрел на них, я пытался, вот я вижу, что там сидят парни, они там целуются, я вот пытался всмотреться в это, как-то вот отпустить, это все, нет, не моя тема, ну, как бы нет. Я даже не пробовал, я вот, как бы, блядь, ко мне, когда они даже притракиваются, вот у меня есть много друзей, при всем уважении, там, мы можем там похихикать, ха-ха-ха, но вот все, что касается, меня не возбуждают мужские половые органы. Хорошо, но всему есть своя цена, так же говорят? Нет, нет. Нету, 100 миллионов долларов. А у меня нету задачи эти 100 миллионов долларов, я не сам их заработаю. Мне когда-то в одном клубе один депутат сказал, если бы вы были геем, вы были бы давно миллионером. Я ему тогда сказал, что я свои миллионы сам заработаю. Это был начал нулевых. И вот с этими 100 миллионами или 100 миллионами рублей, нет. Я никогда, даже танцором, когда был и моделью, я, когда мне что-то предлагали, в том числе за деньги, я все время задавался одним вопросом. Смогу ли я потом с этим перед самим собой существовать? И у меня ответ был, да или нет. И я никогда не делал того, за что бы мне потом было стыдно. Я не спал за деньги, я не спал с мужчинами, и женщина никакая меня не финансировала. И я ушел из этой индустрии 22 года. Принципиально, потому что мне стало стыдно. Я вышел на сцену, словил огромный стыд от себя. Хотя я ничего не делал, просто я прошел 22 года, что я могу больше. И я ушел работать помощником официанта в ЛОК-кафе к Новому веку. И с официанта доработался до Украины. А на сцене ты раздевался? Такая была? Ну, тогда понятия мужского стриптиза как такового никогда не было. Это были просто рваные джинсы, майки, это были какие-то там, не знаю, костюмы. Ну вот там же с болтом, блядь, там на сцене тряс яйцами. Нет, с болтом нет, но как-то там... Ну зачем? Зачем болтом? Нет, ну были какие-то шоу, но мы не раздевались прям вот... Нет. Есть же такой танец, когда ты вытаскиваешь женщину, там, например, девичник у кого-то вытаскивает, он начинает раздеваться, у него такие штаны срастегиваются. Нет, штаны были на всяких мероприятиях, но там не члены были. Это просто... Это делают обычно команды. Такое шоу постановочное, когда девочку там в день рождения или еще кого-то вытаскивают, оно не танцует. Но это не мой профиль, я все-таки танцор го-го. Хотя я не учился никогда. Не учился, ты вот так. Молодец. Молодец. А что кажется тебе наиболее сексуальным при виде женского тела? Именно тело? Голово тела? Про мозг я и так знаю, что тебе это очень важно. А давай... Пусть оно не голое, нет. Пусть оно одетое. Я просто возбуждаюсь, мне нравится ролевая игра, мне нравится ее поведение. Ну не знаю, есть же у мужчины там, например, он любит там щиколотки или... А, фетиши ты имеешь? Да, вот как... Такого нет? Нету. Пальцы рук, пальцы ног. Есть мужчины, которым вот очень нужно сфотографировать пальцы, там трусики прислать, там кто-то любит облизывать пальцы, кто-то там еще что-то там, нет, у меня такого нет. Вот какого-то фетиша на какую-то зону тела нет. У меня больше фетиш на историю, на эмоции. Я люблю эмоциональную какую-то штуку. Хорошо, красивая девушка сейчас заходит вот отсюда, такая чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Ты куда первым телом посмотришь? Или ты ее в общем так, чик-чик, сфотографировал? Ну, главное. Куда я посмотрю, я посмотрю в целом на нее, а потом я постараюсь понять, что у нее за эмоции внутри и можно ли эти эмоции раскрыть так, чтобы это было интересно. А как ты можешь прочувствовать? Ну, человек, например, просто находится в помещении, как ты его можешь прочувствовать? Ну, это с опытом приходит. Ну, тебе что-то приходит, реально. Я бы тебе рассказала без камер кое-какие подробности. Про меня? Можешь рассказать на камеру. Блин, не хочу на камеру. Но я знаю уже, что ты хочешь сказать. Давай так. Как будто бы... Я еще там девчонкам даже мы обсуждали, я говорила... Я не понимаю, Алексей Юрьевич, что третий глаз, он что, видит то, что, допустим, происходит за кадром? Я расскажу тебе, это одно скромное. Смотри, вот ты сейчас расскажешь, я знаю, о чем ты сейчас будешь говорить. А все мои клиенты, кто у меня занимается очно и даже онлайн, они про это знают. Просто мы сделали такую историю, что мы про это не говорим. Но ты можешь рассказать. Я знаю, о чем ты будешь говорить. Давай так. Я тебе сразу говорю, да. Так оно и есть. Но если ты мне задашь вопрос, откуда, я тебе не скажу. На одной из лекций, это был, кстати, практический курс, я с одной из студенток разговариваю, обсуждаю какую-то определенную тему. Ну, рассказываю ей. Я сейчас не буду говорить конкретно ничего, хорошо? А я не знаю эту историю. А ты не будешь ее знать, потому что я не хочу ее озвучивать здесь на камеру. Я просто хочу суть. Значит, я ей рассказываю. Потом ты сидишь, через там сколько там, мы через полтора часа встречаемся, садимся за парт, и ты потом сидишь, рассказываешь, приводишь эту историю, которую я про себя ей рассказала. Вот прямо запикай, пожалуйста. Сука, как пример приводишь. Я на нее смотрю, я говорю, ты охренела? Ты что, ему все рассказала? Типа, ну как такое может быть, чтобы он сейчас как пример рассказал совершенно не такую обычную банальную историю? Вот. Просто попал четко в сценарий, прописанный вот как один в один. Я говорю, вот у нас в коллективе крыльца. То есть мы долго потом смеялись. Конечно, я понимаю, что такого быть не может, но это не единожды. Это повторялось, в общем. Еще был один тоже раз, когда я сказала фразу, мы сидим там обедаем, я говорю такую фразу, тоже такая, более-менее, как мне казалось, она заумная. Приходим в аудиторию, ты просто смотришь мне в глаза и повторяешь то, что я сейчас сказала. Я поворачиваюсь к подружке, говорю, это нормально? Ладно, сегодня поли контору дальше. А почему так? Не, ну как, подожди. Ну хорошо, это вырежете. Просто как это работает? Сейчас здесь все свои. Мы на этом шоу ничего не вырезаем. Хорошо, мы ничего не вырезаем на этом шоу. Как это работает? Это как так? Я не могу объяснить. Вот есть на этой планете вещи, которые ты знаешь, но ты не знаешь, откуда ты знаешь. Я тебе больше скажу, если уж такая пьянка, все, что я говорю в школе, все, что я пишу, все, что я рассказываю, я никогда нигде не читал. то, что вы читали, слышали и видели от меня, это рождалось исключительно во мне. Я никогда не читал это и не цитировал. То есть я никогда не компилировал литературу. Я вообще литературу по психологии практически не читал. Ты можешь это научно объяснить? Нет. Мы же просто же за науку. Я понимаю. Я могу объяснить как хорошую развитую логику. Логика. А что-то про дар? Я не знаю такого слова. Нет. Можно назвать это как угодно. Я называю это логикой интуиции. Интуиция рождается на базе знаний. Наверное, мой мозг просто умеет анализировать огромное количество информации в единицу времени. Но мы когда снимали «Маленькую странность» на канале Ю, у нас там был эксперимент, мы играли в казино. И мы для героя делали сцену, где он играет в казино, он с счастливой рубашки типа должен был выигрывать. Ну, как бы он выигрывает, и мы решили его проверить. Прикласили крупье, все сделали по-настоящему, фишки нам раздали там. И я два раза подряд угадал число и цвет. Крупье побледнел. Он говорит, я, блядь, за 15 лет никогда такого не видел. Но ты не азартный человек при этом. У меня клиент побледнел, когда я назвал имя, города, цифры. Они уже к этому привыкают. Друзья мои, мой близкий круг плюс мои клиенты давно привыкли к этим вещам. Ну, иногда бывает такое. А другим это не передается потом, например, твоим ученикам, твоим последователям? Но я в школу вкладываю очень много себя. И все, что в школе делается, рожалось мной. Просто оно исполнено иногда с помощью других специалистов, чтобы это было чуть более комплексно, скажем так. Но я, когда выхожу на свой шестой модуль и показываю кейсы, и вообще вот это все, я стараюсь передать себя, частичку, и я убежден, что во многих выпускниках она взрастится. Может быть, не сразу, но она взрастится, потому что очень важен интроект, который в тебя закладывает как можно глубже эту частичку. И она должна будет прорасти. Вот я чувствую, у меня тоже пошла мысль, знаешь. Я прям чувствую, ты будешь моим продюсером. Причем аудитория слышит, это невозможно, чтобы я сейчас ошиблась. Нет, у меня была такая мысль помогать нашим выпускникам развиваться с точки зрения медийности. Кончаем? Давай. Видишь, ты первый сказал. Утомила я тебя? Нет. Все самый горячий, интересующий вопрос всей твоей аудитории, всех твоих клиентов, студентов. фанатов, поклонников и фолловеров. Ну, ты, мне кажется, меня как-то идеализируешь. Я тебя не идеализирую, просто я знаю твою аудиторию прекрасную. Я вижу, сколько людей, и когда ты выходишь в прямой эфир, у тебя очень много. я не миллионник вообще, я очень непопулярный человек. Слушай, ну, это уже потом. Это уже потом. Алексей, скажи, пожалуйста, а у тебя был секс с клиенткой? Но это еще не последний вопрос, это сначала. секс с действующей клиенткой нет, потому что я не могу себе позволить даже встретиться, выпить чай или кофе вне кабинета или вне терапии. То есть вот так вот, чтобы она была в терапии, а потом у нас случился секс, в том числе, в кабинете, такого не было никогда. Но у меня были отношения с девушкой, и до сих пор она для меня достаточно близкий человек, которая нашла меня как специалиста в 2013 году. Я ей за несколько встреч помог решить некоторые вопросы, но я стал понимать, что что-то не то. И она стала понимать, что что-то не то, и я сказал, что я больше не беру с тебя денег, мы прерываем терапевтическую историю, и мы стали с ней общаться как парень с девушкой, и потом мы с ней много лет были вместе. Как интересно. А со студентками? Некоторые студентки, которые у нас учились, вообще люди из моего прошлого. некоторые студентки, которые со мной учились, были подписаны на меня давно, и у нас были с ними какие-то взаимодействия. С профессиональной точки зрения, когда у тебя терапевтические отношения с клиентом, это одно табу, и это один сеттинг. Мои подписчики или девочки, которые у нас учатся после того, как они закончили обучение, это исключительно наше личное с ними дело. Но у тебя значение такого, что я преподаватель, и я не нарушаю наши границы? Ну, если бы я подошел к студентке, сказал, ты либо мне делаешь минет, либо я ставлю тебя пять. Как интересно. Но вот так, конечно же, нет. Но если вот... Ну, я фантазирую, что я допускаю, что через какое-то время мы посмотрим, поживем, увидим, я сейчас знаю, как будет в будущем. Ну, ты не говоришь нет. Выдохнули девочки. Нет, я вообще человек, который в принципе не очень говорит нет, потому что я знаю, насколько разнообразна жизнь и так далее. Но это, наверное, предвосхищало вопрос, есть ли у меня отношения сегодня. Нет, сегодня нет отношений. Скандалы, интриги, расследования, показать все, что скрыто, не переключайтесь. У меня были долгие отношения, а не закончены. А долгие-то сколько? Ну, для меня долгие, пять лет точно. А, пять лет? Даже больше. Ну, ты уже как стоек, как человек с эмоциональным интеллектом, естественно, спокойно к этому... Не могу сказать, что это спокойно. Для меня это очень близкий человек. И это человек из разряда родственников. Поэтому я с ним не расстался внутри. Это мой родственник. Просто мы с ним перестали быть в отношениях. Как вот то, что мы сегодня с тобой говорили, именно в отношениях парень и девушек. Для меня внутри это человек родственников. Я вообще считаю, что так и нужно расставаться. Нельзя расставаться с человеком в каком-то сраче, ненависти, блокировками какими-то. Я стараюсь ко всем своим подругам, даже с которыми у меня были максимально простые отношения, относиться хорошо. Я ни про кого слово плохого не сказал. Поэтому сейчас нет отношений. Сейчас у меня отношения на работе. В смысле сработать. Алексей, ты знаешь, вот сегодня мы с тобой так сидим, открываешься совершенно по-другому. А это часто. Знаешь, когда люди видят по телеку или по социальным сетям или в школе, они говорят, ты производишь одно впечатление. А вот люди, которые меня знают лучше, они видят, что это немножко по-другому. И даже люди, которые в сексуальном плане со мной взаимодействовали, они сначала думают, что я один, а потом, когда меня узнают, понимают, что я совершенно гораздо проще, гораздо мягче, гораздо романтичнее. Я за девушкой вообще в самолет один раз пробрался. Она улетала в Уфу, и мне было грустно. И ей. Я ей не сказал. Я купил билет, на нее же самолет. Проводил ее до этого, значит, до этого, попрощались. Она мне там пишет, я там скучаю, сижу возле гето. Я быстро прохожу досмотр, значит, прячусь. Она садится в один автобус до самолета, я в следующий. Она, я уже в самолете. А я ползу, блядь, по самолету, чтобы она не увидела. Она сидит в хвосте, я в начале. Я прополз, сел, вот так пристегнулся, пожелала ей хорошего полета, подговорил всех, кто рядом сидел, объяснил ситуацию, взлетели, отстегнулся, ты бы видел ее лицом, блядь. Ты можешь себе представить, ты попрощалась с человеком в Москве, и тут он подходит к тебе в самолете. Я думаю, она в оборот нахер упадет. Ну вот как без этого можно? Без этого нельзя. Это же прекрасно. А ты говоришь, я не эмоциональный. Я очень эмоциональный. Ну, значит, хорошо скрываешь. Я не скрываю, просто я эмоциональный по делу. Спасибо тебе за вопрос. Спасибо тебе, Алексей, мне было очень горячо и интересно. Спасибо. Надеюсь, мы продолжим, если хочешь. Хочу, конечно. Я не удивлен. Спасибо вам, что посмотрели. Надеюсь, вы благодарны Камиле и мне. Подписывайтесь на Камилу тоже обязательно. Посмотрите ее социальные сети. Ее как специалиста. Но я думаю, что наши студентки и женская половина подписчицы, моя и Камилы, зададут вопросы ей. И в следующий раз она задаст их мне. Также в такой теплой, углубленной атмосфере. Да, будем углубляться дальше. Я всегда любил поглубже. Все, друзья, до свидания. Все, спасибо. Спасибо.